Лето в этом году выдалось прямо скажем неординарное, где-то изнуряющая жара и засуха, а где-то наоборот проливные дожди. Понимали, задумаешься, вот было бы здорово, если бы мы умели управлять погодой. Согласно преданиям, в 7 веке китайская девушка по имени Маннеонг, чтобы спасти страну от сильнейшей засухи, втыкала в землю палки и вызывала дожди. А в Индии считали, собрать тучи на небе можно, бросая камни в воду. Некоторые верят в силу ионного генератора. С виду решетчатый куб с антеннами, установленный в микроавтобусе. На деле это мобильная лаборатория, в салоне портативный компьютер. На нем отслеживают снимки со спутника. На спутниковом снимке можно оценить динамику движения улочных процессов, циклоны, а также осадки и поле ветра. Впрочем, пока они только разгоняют дождь. Включаешь генератор, антенны поднимают вверх заряженные частицы, ионы и нагревают атмосферу. В итоге дождевые облака уходят высоко в небо. Когда мы начинаем включать установку, то нами образуется некий купол. То есть облачность, нижняя граница облачи начинается подниматься. То есть если она начинает подниматься, то осадки оттуда не выпадают. За два часа тучи поднимаются на 300 метров. Участок чистого неба в 5 квадратных километров гарантирован. Эта идея разгона туч скопирована у самой природы. Космическое излучение приводит к ионизации атмосферы. И это приводит к изменению облачного покрова. Тем самым мы копируем действия Солнца, тоже создаем ионизацию, но не сверху, а снизу. Есть и другой, более традиционный способ. С самолета обрабатывают облака жидким азотом или соединениями серебра. Если мы добавляем очень большое количество, просто очень большое количество, так называемый, создаем перезасев, тогда этой влаги, просто из закона сохранения влаги, этой влаги недостаточно для осадков. А что же дождь? Да все просто. Мы знаем, как его вызвать. Теоретически. На практике, чтобы дождь пошел, нужны облака. Но найти их и собрать в одном месте не так-то легко. А создавать искусственные тучи мы пока не научились. Дмитрий Лихачев, Карина Макарян, Первый канал.